На этой трибуне выступал Сталин, об этом речь. Потому что здесь собрались духовно-патриотические силы русского города Харькова, русско-культурного, а это институт иммунологии и микробиологии. Надеемся, что иммунитет у нас повысится после этого. Уважаемые друзья, дорогие гости, буду вам сказать, что совсем недавно, буквально две недели назад, в этом зале состоялось международное конференцией. Хороким представительством и ближнего и дальнего зарубежья. Понятно, что в России было больше всего. Конференция, которая была посвящена 125-летию института. Институт наш один из первых и один из старейших в мире институтов противоэпидемиологии. Фактически за эти 125 лет не было такого инфекционного заболевания. Научные исследования по отношению к подбору в плане диагностики, профилактики, лечения не делись в этих стенах. Без сомнения, что в те времена это была Россия. Не было никакого деления особого, будем так говорить. Ну, времена те прошли, немножко другие. Но и сердцем, и душой, все мы, и россияне, и украинцы, и Белоруссии, и Прибалки, и Слегаля. Все мы, если люди нормальные, то воспринимаем и думаем о том, что только в объединении усилий нормальных людей будут успехи. И в науке, и в экономике, и в политике, и в жизни обычного человека. Это зал богоугодный, как вы видите. Здание построено по проекту и под авторским надзором великого академика архитектуры Мегетова. Зданию этому чуть больше станет. Мы всячески стараемся сохранить его и внешний облик, и его наполнение научное, как научного противопедимительского учреждения. Не буду занимать много времени. Я вижу много лиц в зале, которые знают хорошо, чем мы занимаемся, что мы делаем, как мы стараемся, даже деликатно, с ситуацией экономической и политической. Я скажу, мы не потеряли связи ни с учреждениями аналогичными, ни в России, ни в Беларуси, ни в Балтике. Мы стараемся всячески укреплях, с тем, чтобы где-нибудь большее во благо людей и во имя наших стран. Также мы хотим поблагодарить за помощь в организации, за участие Координационный совет за отечественников города Харьков в лице Пардунова Михаила Васильевича. Хотим поблагодарить Харьковский рок-клуб за предоставленную аппаратуру. И вот интересно получилось, что вчера, когда мы решали вопрос, выяснилось, что у нас на пульте в данный случай сидит Андрей и Марк. И вот я бы сегодня посмотрел, а в православном календаре сегодня день Андрея и Марка. Так что поздравляем их с именинами. Желаем вам здоровья. Ну, я думаю, что им сегодня сам Бог велел справиться со своими обязанностями. Все должно получиться. И особенно, конечно, хочу поблагодарить, на входе вы видели, там такие крепкие парни стоят. Это десантно-спортивный клуб имени генерала Маркелова. Ну, почему такие меры предосторожности? Ну, вы знаете, какая обстановка у нас на Украине, какие силы сейчас получили доступ к парламенту. И не всем нравится наше мероприятие. Поэтому лишним не будет такая мера. Ну, хочется, что еще сказать. Буквально два слова сказать о тех, кто сегодня у нас находится в зале. В зале у нас люди собрались непростые. Каждый из этих людей, так или иначе, живет, у него в душе и сердце прописано наше единое Отечество. И каждый, по мере скромных сил, трудится на этой ниве. И нашей задачей было, ну, отдать им что-то. То есть материального у нас ничего нет. Но самое главное, вы знаете, то, что мы можем унести с собой на небо, это нематериальное. Обогатить друг друга духовно, взаимным нашим общением, нашей общей любовью к тем духовным культурными ценностями, которыми богата наша история и наш народ. И иногда нужно подкрепляться, видя друг друга, общаясь друг с другом. Вот когда-то Константин Рокоссовский в своих воспоминаниях писал о том, что изначально, в начале войны, было принято копать ячеистую систему обороны. Военные теоретики считали, что будут меньшие потери. На практике оказалась катастрофа, потери были ужасающими. И тогда Константин Константинович решил сам проверить, в чем дело. Он занял позицию в одной из ячеек. И когда начался обстрел, то бывалый рубака испытал такой страх, что ему в этом окопчике стало очень неуютно. И он понял, что новобранец в этом окопчике просто терял самообладание, потому что нет товарища, нет чувства локтя. И после этого вернулись к единому окопу. И едиными окопами мы переумололи фашизм. То есть в данном случае одна из целей, которую мы ставили перед собой, по возможности собрать всех тех людей, которые работают, трудятся, отдают всю свою душу этому делу. Я вкратце перечислю организации, все не могу перечислить, но хотя бы направление. У нас здесь присутствуют наши дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, блокадники, участники боевых действий в Афганистане, ликвидаторы Чернобыльской аварии, представители Харьковской городской администрации должны были прийти, ну, как бы я не знаю, должны быть во всяком случае. Депутаты Харьковского областного совета, ветераны МВД, спецслужб, действующие офицеры СБУ, МВД, представители казачьих организаций, православно-патриотических, просветительских, военно-патриотических, священнослужителей и директора школ. То есть, ну, я как бы так для себя определил, что это соль нашего города, а если соль потеряет силу, то что сделает пищу соленую? Поэтому нам надо вместе, взаимно друг друга подкреплять, поддерживать, и тогда мы выстоим и победим в этой тяжелой, непростой цивилизационной борьбе. Сегодня в нашем зале присутствуют представители Генерального консульства Российской Федерации, и в этой связи я хотел бы еще раз поблагодарить их за оказанную нам поддержку, напомнить, что если бы не было даты 4 ноября 1612 года, то не было бы и даты, которая была в 1654 году, воссоединение Украины и России. Кому-то может показаться, что эти даты не связаны, потому что принято сейчас писать разные учебники истории. Одни бежутся на Украине, другие в России. Но на самом деле наша история едина и неразрывна. И неизвестно, что бы сейчас было на этом месте. Но во всяком случае, этого красивого зала могло бы и не быть, и мы бы здесь не собрались. Поэтому был бы какой-то другой культурный феномен, но именно города Харькова в том виде, в котором мы его знаем и любим, ну, точно не было. Поэтому я приглашаю на сцену Мокина Виктора Геннадьевича, представителя Генерального консульства Российской Федерации. Виктор Геннадьевич, прошу вас. Сажайте на русском собрался. Добрый вечер. Большое спасибо за представленную возможность Генеральному консульству присутствовать среди соотечественников. Не хочу сказать русских людей. Мы все по духу русские будем всегда вместе. Очень большое спасибо Сергею Валерьевичу Моисееву, что организовал вот это прекрасное помещение, смог добиться, чтобы было много приглашенных, и чтобы все смогли вместе с россиянами почувствовать этот знаменательный проект. Не случайно буквально 400 лет назад произошло это событие, когда из Москвы были изгнаны иностранные интервенты. И мы уже привыкли, конечно, в последние годы отмечать в начале ноября праздники и собираться все вместе. Это нас объединяет и духом, и мы как-то, смотря на наших ветеранов, себя чувствуем по-другому. То есть корни русского народа, русского духа, они остались сохранены. Большое спасибо. И вот по этому поводу генеральный консул Российской Федерации в Харькове праздничное поздравление нам провел своим статичникам, которые живут в Харькове и в шести областях, которые входят в наш консульский опыт. Это Сумы. Вы знаете, что вы ближе всех в Москве, и территориально, и духовно. У нас консульский округ состоит из шести областей. Это Сумы, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Запорожье и Луганск. Но вы все ближе, поэтому мы здесь вот работаем. И слава Богу, что вы знаете, что Альминского 22 вас всегда ждут по любому вопросу. Если какие-то вопросы будут сегодня возникать, с большим удовольствием мы с моим коллегой Владимиром Александровичем, тут еще есть наши сотрудники, которые в зале, готовы вам помочь. Много знакомых лиц, которые в рабочее время приходят к нам. Мы готовы в любое время вам помогать и ответить на ваши вопросы. Значит, если я, в принципе, зачитаю, зачитаю, да? Большое спасибо. Уважаемые садистники, поздравляю вас с государственным праздником России, Днем Народного Единства. Очень важно, что в этот вечер мы собрались здесь, чтобы вместе ответить это знаменательное событие в истории российского государства. Праздник для России совсем еще молодой и отмечается с 2005 года. Но события, которым он посвящен, произошли в 1612 году. В эти дни изгнаны из Москвы иностранные интервенты. Так что мы сегодня с вами отмечаем еще и своеобразный юбилей. История человеческого развития неоднократно приводила примеры самоотверженности народа. Люди разных слоев общества, зачастую с разными взглядами на многие вопросы, плечом к плечу, становились в единый ряд борцов за свободу, процветание своей Родины. И побеждали в этой борьбе благодаря единству. Этот принцип крайне необходим сегодня. Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов во всех начинаниях и благополучия вам и вашим близким. С праздником! Генеральный консул Российской Федерации в Харькове Сергей Семенович. Я пить не буду, не уверен. Спасибо. Сейчас у вас понравятся ветераны. Очень красиво, что это имена очень Канешенко. Поплодитель Центра Российской Федерации. Наши ветераны сейчас измолимы. Они солдаты, которые нас сидят на Средневековании. Раз у вас, Сергей Павлович. Спасибо. Поплодитель Центра Российской Федерации. Приветствую, чайство праздника Рашилья Артемии-Венгельско-Керавиева. Харьковчат. У нас единственная национальная дата. Первая дата. 28 октября, день освобождения Украины от немецких посредственных покупанцев. А 23 авт. 68-й родители, день освобождения города Харькова. А в 2013-м году 70-летие освобождения города Харькова. Вы из этого разрешите вручить вам лично консульство две книги. Одна книга «Харьков огненные воды», посвященная именно освознению города Талькова, немецко-фашистской захватчиков. Трое книга «Украина. Тривоза фашистской неволи», посвященная борьбе украинского народа немецко-фашистской захватчиков. Это вам лично подсвязано. А вот такие же книги «Харьков огненные воды» и «Украина. Тривоза фашистской неволи» Это, я не написана даже для нас. Передайте, пожалуйста, от нашего братского народа, от братской харьковщины и от нашего федерана, президента Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Снах нашей вечно неразрывной братской трудности. От этого великого форума я ставлю великий форум. Значит, послание президенту российскому народу вручить и через президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путину. Я не буду с вас прозволить, но некоторые выдержки заставляют. Позволите, да? Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович, многовековая братская дружба двух народов России и Украины было, есть и будет незыблемо, несмотря на то, какие преграды и кордоны поставлены сегодня между нами. В этом мы убеждаемся и получаем неопровержимое свидетельство тому, продолжающихся наши взаимоотношения. И то, что произошло в конце 20-го столетия, это было по-другому воле наших народов. Ведь мы для нами строили многонациональную общность братских народов под названием Киевская Русь. Россия, Советский Союз. Вместе мы успешно защитили свое отельство от наземных захватчиков. Построили истинно независимое, сильное, в экономическом, научном, культурном, военном отношении государство Советский Союз. Мы гордились своим государством и нас уважали другие. Мы были почтителем самой жестокой войне в истории человечества 41-45 годов. Никто не пройдет таких блестящих поразмах. И результатов боевых операций, какие провели советские вооруженные силы, сыгравших решающих героев на всех этапах войны с фашизмом в годы Великой Отече войны 41-45 годов. И это благодаря совместным усилиям всех братских народов бывшего Советского Союза. Его вооруженные силы остановили самым мощным для того времени армию фашистской Германии. Уничтожили ее основные силы. Очистили землю братских народов. Белоруссии, России, Украине от фашистских оккупантов. Помогли народам других стран освободиться от фашистского порабощения. И принудили фашистскую Германию капитулировать. То, что не смогла сделать ни одна армия государств Западной Европы, основная осуществила советская армия и ее народ в странском Союзе. И сегодня, по прошедшим 67 лет, за дня победы над фашистской Германией, мы заявляем, что это наша совместная победа. Это наша история, которая, как никогда, указывает нам сегодня, как жить нам сегодня и завтра. Уважаемый Владимир Владимирович, мы родимся тем, что в России есть такой президент, как вы. Трудно досталось вам, как и нам, наследство после развала СССР. Но вы патриотство народа, патриотславянство народа. Это главное. И мы надеемся и уверены, что придет время, когда перестанут существовать границы, разведялись для нас. А сегодня сидеть, войдет в историю наших братских народов, как черная полоса истории, которая больше никогда не должна повториться. Ветераны поддерживают вас и приветствуют ваши усилия по созданию подлинного независимого государства, крепкого и могучего, миролюбивого, но стоящего на страже мира, необходимости дополнить и дать понять другим, что мы победили. Мы спасли Европу и мир от парапостей и стратегия последнего. Аплодисменты. Настолько близка, она связана. Я могу только сказать, что в Харьковской области у меня похоронен во время войны, погиб родной брат моей матери. Здесь находится его могила и теща меня тоже с Украиной. Так что мы все равно связаны друг с другом. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ